Мы находимся на территории уникального экопарка «Русский берег». Здесь живет около сотни животных. Почти с каждым из них мы постараемся сегодня познакомиться. Наше знакомство началось прямо в клетке с орлами, которых спасли от гибели сотрудники Симбирского центра спасения диких животных. На данный момент здесь находятся восемь орлов и орланов, которые после полученных травм не подлежат к выпуску в природу. В центр они попали не по своей воле. Как правило, многих из них подстрелили барканьеры, а добрые люди нашли и принесли в центр ветеринарам. У каждой птицы здесь есть свое имя. Курлаша, Степанида, Мальчик, Кумак, Феникс, Гоша. И у каждого своя история. Степного орла Феникса подобрали в Оренбургской степи. Он пострадал во время пожара еще четыре года назад, получив сильные ожоги. У него обгорели лапки, крылья и клюв. Этот, что порыжея в широких рыжих штанишках, с темно-серым клювом и пронзительным взглядом, солнечный орел Гоша. Он тоже попал с травмой. Но его подлечили, и Гоша теперь умеет летать. Однако он перестал бояться людей, поскольку считает, что только от человека приходит еда, что очень опасно. А вот курлаша самая разговорчивая. Тоже когда-то попала в центр со сломанным крылом. Ее подлечили, но летать она больше не может. За ними сейчас присматривает Владимир Вдовин, как он представился волонтер центра. На самом деле Владимир является владельцем многих животных. О них немного позже поговорим. К сожалению, в этот день в центре не было его директора, Ольги Даниловой. Поэтому комментарий дал Владимир. Начинается охотничий сезон, 2-3 дня, и нам их несут. Потому что охотники, не говорю про всех, но есть такие, кто приехал на охоту, ничего не подстрелили, стреляем во все, что летит. Соответственно, оно попадает потом к нам. Попадает к нам. То есть, кого-то получается выходить, тех отпускаем. Кого выходить уже не получается, и они не пригодны к выпуску в природу. По разным показателям. Либо это по физическим. То есть, они не могут летать, не могут самостоятельно охотиться. Либо они привыкли к человеку. Соответственно, они остаются уже у нас на содержании. В другом вольере конюки, коршуны с серыми головами, болотной лунь. Все они тоже попали сюда с различными травмами. Но обратите внимание, две птицы окольцованы. Таким образом, сотрудники центра отмечают тех, кто готов на выпуск. А они восстановились и умеют летать. Однако осенью отпускать птиц не будут, поскольку это опасно, а выпустят их весной. За зиму, к тому же, у них полностью восстановится оперение. Белые гусь и утки не относятся к зоосаду. Их специально выращивают для кухни. Но среди них затесался серый белолобый гусь, который попал с травмой в прошлом году. Сотрудники центра после того, как подлечили, выпустили его. Однако он то и дело возвращается. Его здесь вместе со всеми подкармливают. И опять есть другие пернатые сородичи. К слову сказать, побывать в питомнике для животных, основанном на базе Симбирского центра спасения диких животных, или, как его еще называют, зоосад на территории экопарка «Русский берег», я давно хотела. Меня сюда приглашали еще летом, но времени не нашлось. А на днях позвонил и пригласил в экопарк Владимир Вдовин, с которым мы давно знакомы. Он когда-то работал оператором, наш коллега. Так мы в середине ноября оказались здесь. На улице, скажу, было не жарко, но ради этих удивительных созданий стоило сюда приехать. Да и природа на этом берегу просто божественная. Высоченные сосны, которые, кажется, подпирают голубой свод неба. А чистейшим воздухом невозможно дышаться. Я была в Центре спасения диких птиц более 10 лет назад, когда они ютились в маленьких вольерах на территории станции юных натуралистов. Сегодня центр не узнать. Это огромная территория с просторными вольерами. Наконец-то сбылась мечта, о которой когда-то говорили сотрудники центра. Симбиоз открытого зоопарка и птичьей лечебницы, где пернатые не ютились бы в крошечных загородках, не бились крыльями о сетку, а жили бы в просторных вольерах, обустроенных на свежем воздухе. Рядом с птицами в других вольерах соседствуют хищники. Есть черный канадский волк Вольт, который до трех месяцев жил дома у Владимира. Его привезли ему из питомника друзья. Но Вольт, как только увидел камеру, спрятался. По словам Владимира, он очень любит его детей и жену. Как только видит их, превращается буквально в тряпку. Позволяет им все, даже сидеть на нем. Рядом в клетке резвятся два мохнатых пухлых енота. Один из них, которому восемь месяцев, тоже жил еще весной в доме Владимира, вместе с его тремя детьми. Озорные еноты показывали настоящие акробатические трюки. Черно-бурая лиса явно позировала перед камерой, прохаживаясь туда-сюда, тянулась и заглядывала в объектив. Как считает Владимир, самое опасное животное – это человек. Животные, даже хищники, более адекватные. Три года назад, устав от городской жизни и людей, он уехал сначала в Ясашную Ташлу, где купил дом, а в прошлом году, по приглашению Сергея Геннадьевича Лаковского, которому принадлежит экопарк, всей семьей переехал на Русский берег. И все животные тоже. Им всем здесь хорошо живется. Благодаря Сергею Геннадьевичу были построены все эти вольеры. Также он помогает с кормом. Экзотариум в экопарке открылся совсем недавно, в сентябре этого года. Это любимое детище Владимира. Здесь тепло и светло. Кругом расставлены террариумы и аквариумы. Сразу в глаза бросается огромный тигровый питон. Это первый питомец Владимира. Когда-то его совсем маленьким, как он говорит, шнурком, принес в свою квартиру. С тех пор рептилий становилось все больше и больше. Удав, кобра, паук, птицеед. Кроме змей появились вараны. Все они здесь. Более подробно Владимир познакомился со своим любимцем игуаной Васьком, который свободно передвигался по экзотариуму. А потом забрался на руки к Владимиру. Друзья нашли мне большую игуану. У меня еще маленькие есть. Это взрослый. Василий зовут. Спит на кровати. Очень любит, когда тепло отвали от меня. Вот. Тепло. Иногда в ноги залазит погреться. То есть в основном здесь живет, в экзотариуме. Вот так и надо, дома бегает. Очень любит груши. Груши и киви. Ест все подряд. Ну, зелень. Вот. От груш прямо вот без ума. В огромном аквариуме плавали черепахи. Китайский трионик, с которого в Китае разводят на еду, красноухие кусачие черепахи. Владимир показал нам и экзотических тараканов и личинок, которых ели участники в «Последнем герое». Он нам тоже предложил пожарить их, но мы от такого экзотического блюда отказались. Тогда Владимир предложил живого таракана варану. Он с удовольствием его слопал. Потом покормив других питомцев, кого мясом, кого грушей, в общем, кто что любит. Владимир поехал с нами. В городе его ждали белки, которых он должен был привезти в экопарк. Катер нас повез на другой берег в Старую Майну. Все дальше и дальше удалялся берег экопарка, пока не стал как маленький, недосягаемый островок. Может, и к лучшему, что он не рядом с городом, безопаснее для тех животных, которые сейчас там обитают. Ирина Антонова, Руслан Баталов. Новости Ульяновской правды.